Дим, Атам, Саид Аммедович, Ваши аплодисменты! Бизнесмену из деревни Салтакьял Куженерского района Атаму Хасиеву всего 24 года. В 19 этот предприимчивый молодой человек открыл свое крестьянско-фермерское хозяйство. Через год стал миллионером, поучаствовав в конкурсе на получение гранда для начинающих фермеров. Два раза становился одним из победителей регионального этапа конкурса молодой предпринимателя России в номинации «Сельскохозяйственное производство». Сегодня в его хозяйстве более 100 голов крупного рогатого скота – коров, нетелей, бычков, телят. В планах открыть собственный цех по переработке молока. По образованию Атам Хасиев – агроинженер. И сейчас продолжает дело своего отца, бизнесмена Ахмеда Хасиева. О том, почему Атам сделал ставку на молочное производство, как и почему в его хозяйстве появились буйволы и ослики – рубрики «Край Морийский». Атам, здравствуй. Здравствуйте. Конечно, первый вопрос я хочу задать про твоего отца, Ахмед Якубевич Хасиев, известный не только в Куженерском районе человек, но и в республике. Вообще, дети бизнесменов, наверное, это балом не судьбы, и с детства не нуждаются в деньгах, но тем не менее, вот ваш отец с детства вас приучал к труду. Вы ему помогали по хозяйству, на ферме, постушили. Какова роль и участие его в твоем становлении? На тот момент, как бы, не то чтобы обиды, просто как-то настроение пропадало, а то, что твои сверстники там где-то гуляют, веселятся там, а ты в поле работаешь. Ну, это прошло все. И я благодарен, что все так получилось. Неизвестно, может, если бы я в тот момент гулял, как и мои сверстники, может быть, не получилось бы из меня ничего нормального, толкового. Ну, первое, это самое такое, на которое меньше всего ответственности работало, наверное, это просто по полю постушить. Сначала овечек, потом коров уже более начали доверять. Класс четвертый, пятый, вот так вот где-то. Чем старше, тем как-то более физический труд как бы увеличивался. Вот, а сейчас, в последнее время, вообще, основные вот все эти моменты, бухгалтерия, финансовая часть, то есть почти, можно сказать, все доверяют отец. Сейчас ты развиваешь молочное производство. Почему ты выбрал именно это направление? То есть ты продолжаешь семейные традиции или вот эта отрасль, она сейчас рентабельна? Отец сам занимался именно молочным направлением, и я решил с этого тоже начать. Как-то, не знаю, каждому свое, ну, как-то больше понравилось мне молочное производство. Вот, ну, и мясом мы тоже будем заниматься в дальнейшем, то есть когда поголой более-менее увеличится, то есть всегда будет на откорме бычки, и мясо тоже будем производить. В 2016 году, да, я зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, глава крестьянско-фермерского хозяйства. Год прошел, я работал, и поступил предложение, он с администрации позвонили о том, что на данный момент идет государственная программа по поддержке предпринимателей, молодых фермеров, начинающих фермеров, и предложили поучаствовать. Вот, я попробовал, получил поддержку от Минсельхоза, и в приоритете было именно молочное направление. Поэтому вот они, как бы молочное производство, ставку была на молочное производство, они в основном поддержку им оказывали. Вот, и я заявился как фермер, который будет молочное производство развивать. Около сотни голов крупнорогатого скота, 60 голов – это коровы производством, которыми мы заняты, вот, телята, нети, любые вы у нас сами видели. Наверное, головная боль любого хозяйственника, руководителя предприятия – это корма. Как вы решили этот вопрос? Ну, у нас обрабатываем земли, есть часть арендуем, часть собственности, обрабатываем, в этом году 700 гектар примерно обработали. Люцерном, многолетней травой мы занимаемся, а зерно мы закупаем на стороне, у нас своя мельница, там молим и получаем фураж. Каким ты видишь дальнейшее развитие своего дела? Во-первых, да, мы планируем расширять производство, увеличивать поголовье скота, соответственные объемы увеличатся, и там уже будем, в планах будет открыть цех по переработке молока. Пока что именно там будем выпускать, какую продукцию, не знаю, но сыр и молочное молоко, пакетированное, возможно, пока не думали об этом, но цель такая, что открыть для начала по переработке что-нибудь цех. Ежедневно производим 800-900 литров молока. За прошлый год мы 250 тонн молока реализовали, вот в этом году планируем 350 тонн. А пока мы реализуем молоко в Казань, мы сюда сдаем, каждый день привожу молоко, весь объем, который имеется, они забирают. Кроме коров и бычков, мы сейчас вот увидели в поле пасущихся буйволов и осликов. Как они у вас появились? Сначала с буйволов началось, вот одну буйволицу отец привез с родины, как эксперимент. Ну, хотели проверить, как они вообще поведут себя, адаптируются, да, приживутся. И ничего, нормально, вроде мы планируем еще привезти. Как-то, может быть, мясное направление именно с них начать попробовать. У них мясо, они лучше набирают весь. И за уходом, уход за ними, они менее прихотливые, то есть корма и все прочее, они лучше усваивают и едят лучше, чем коровы. А обычно, вообще, по идее, предназначение осликов, когда изначально издалека заходить, какие-то тележки мини прицеплять, то есть как место лошади, что-то таскать, там, носить, выносить. Так сейчас просто, можно сказать, и для души, они как экзотика здесь. Местные приходят, иногда смотрят, наблюдают, им интересно. Недавно ты стал победителем в одной из номинаций регионального этапа конкурса «Предприниматель России». Мы тебя поздравляем. Скажи, что тебе дало участие в этом конкурсе? Проверить себя, свои силы, познакомиться с новыми, какими-то интересными людьми, возможность рассказать о своем проекте, скажем так, не на весь мир, но, по крайней мере, на весь регион. Вот. Это вот основное. Каким ты видишь свое ближайшее будущее? Можно ли сказать уверенно, что оно будет связано именно с Куженевским районом, с развитием сельского хозяйства? Будем развивать сельское хозяйство. Первое, ближайшее будущее. Пока такие планы. Вот что будет потом, одному Богу известно, не могу сказать, но нет пока планов куда-то выше. Я пожелаю тебе удачи и спасибо за беседу. До свидания. Спасибо большое. Спасибо вам, что приехали. До свидания. До свидания.